Мы начинаем наше великолепное мероприятие, которое называется «Пообщение Кокотон». И первое, что я хочу сделать, попросить вас всех слушать меня, а не беседовать друг с другом, потому что у вас еще будет возможность договориться друг с другом. Меня зовут Бурьева Марина, я возглавляю управление инновационной деятельностью Высшей школы экономики, и, собственно говоря, это Бурьева Кокотон, организатором является по главу Высшей школы экономики и Высшей школы экономики. Как вы все знаете, Бурьева Кокотон у нас логичное завершение школы, блокчейн-школы, которую мы проводили в течение последних полутора месяцев, и многие из вас на самом деле участники этой блокчейн-школы, и я абсолютно рада тому, что вы все, собственно говоря, уже выпускники этой блокчейн-школы, что вы молодцы, что вы участвовали в мастер-классах, что вы приходили, что вы слушали, вы задавали вопросы, вы интересовались. Вы очень большие молодцы, потому что вы многие из вас активны в нашем телеграм-чате, и, соответственно, даетесь пироиды даже команды в телеграм-чате, чему мы безумно рады. Я также на самом деле очень рада тому, что нам удалось сделать такой Кокотон регулярным мероприятием. Может, кто-то из вас помнит и, скорее всего, точно помнит, что в прошлом году мы в интервее проводили блокчейн-Кокотон, вообще первый в России, и, соответственно, мы решили сделать это традицией. Но снег тоже решил сделать традиции выпадать в те дни, когда мы проводим блокчейн-Кокотон. Поэтому у нас сегодня, видимо, еще не все доехали до нас, и завтра мы ожидаем большее количество участников, поскольку метельные сугробы, неледная погода и т.д. и т.п. много помешали на интервее. Мы, естественно, очень-очень благодарны нашим партнерам, которые сделали возможное проведение блокчейн-школы и, соответственно, это ваша компания. И это компания Waves. Аплодисменты, пожалуйста. И это компания Kiwi. Аплодисменты, пожалуйста. Для нас, правда, очень важно, что предприниматели, ну, собственно говоря, компании, которые когда-то сами были стартапами, поддерживают начинание, то есть дают, на самом деле, путевку в жизнь новым компаниям и новым проектам. И мы очень рассчитываем, честно рассчитываем, что многие из тех проектов, которые будут, собственно говоря, здесь образованы, они попадут в нашу инклюбационную программу, которую мы запускаем с декабря месяца на пазел на Бабриевые Школы экономики и смогут, собственно говоря, вырасти за несколько месяцев и стать, по-моему, ценными стартапами с какими-то продажами. Ну, то есть наша задача не просто так сделать, что необходимо для того, чтобы мы могли создать свои, там, прототипы, проекты, базовых программных продуктов, а наша задача сделать так, чтобы вы могли создать все-таки подкоммерческие успешные проекты. Потому что та сфера, в которой вы все оказались, эта сфера потенциально сравнимая с интернет-экономикой. И вы все понимаете, что те, кто начали заниматься интернет-проектом в 90-х годах, многие из них, конечно, перезапускали свои проекты, но все-таки стали успешными и предпринимателями. Поэтому мы рассчитываем на то, чтобы вы все будете успешными и предпринимателями, заработали много денег и будете просто наслаждаться тем, что вы делаете. Сейчас я действительно очень хочу представить наших, ну, точнее, пригласить на сцену наших партнеров, чтобы они сказали вам какие-то наполнительные слова, которые, я надеюсь, помогут вам в реализации ваших проектов. Ну и сразу скажу, что наши партнеры, они настолько любезны, что они готовы меня перед командой и будут находиться здесь завтра после завтра. Я приглашаю Александра Иванова, представителя ВЭИСКО. Спасибо, Марина. Приветствую участников Картона. Хочу поблагодарить Марину за это великолепное мероприятие. Я участвовал в нём в прошлом году. В плане нетлогинга это было самое эффективное мероприятие в моей жизни, потому что я познакомился с таким количеством людей, замечательных разработчиков, людей, которые везде есть на биткоин, на керпи-плачей технологии. Со многими из них я продолжаю работать. Я думаю, это было великое мероприятие. Особенно для меня и для проекта ВЭИС, потому что он стартовал с людьми, с которыми я познакомился на Картоне полного года назад. Поэтому я думаю, например, может быть каким-то образцовным продолжением. Здесь люди знакомятся, начинают делать какие-то крутые проекты, и оно очень здорово. И сейчас закон очень многое изменилось. Блокчейн-технологии двигаются семимильными шагами в сторону массового признания. Все банки начинают какие-то блокчейн-проекты. Биткоин запрещали в России, скорее всего, уже все будет хорошо в этом направлении. И сейчас это пора разработчикам подумать о том, как последний шаг сделать, чтобы биткоин, условно говоря, был в каждом доме, в каждом компьютере. То есть даже люди не знали, на чем это работает, а на самом деле под капотом находится блокчейн. И я рекомендую участникам Картона сфокусироваться на задачах, которые используют блачейн-технологии, которые могут быть реализованы здесь и сейчас. Какие-то задачи я предложу, такие, которые, в принципе, очевидны, и предлагаю вам подумать о тех проектах, которые вы хотите реализовать, которые могут быть использованы уже не когда-то потом, в принципе, не какие-то австрактные DAO-системы, что-то такое, что может работать здесь и сейчас. Потому что пришло время для блачейн-технологий для месса-допшек. То есть оно может отступить до участкового. И наша задача приблизить это замечательное время. Спасибо, желаю вам успеха и хорошего поработа. Отлично. У нас еще есть партнеры. Я приглашаю представителей Киби, соответственно, Алексей Занович. Добрый вечер. Всех раз вас рад видеть. Да, вы уже сказали, все знают, что и блачейн меняет, и в России отношения меняются, и в блачейн, но это все хорошо. Но я так долго думал, что бы такого полезного сказать для вас, для всех. И решил, вспомнить немножко историю Киени. Да, в таких маленьких моментах, то есть 13 лет назад, глухой там парчик, несколько человек. Да, есть маленькая команда, есть идея, но было еще еще два очень важных таких момента. Когда это создавалось, понимали потребность людей. У людей была потребность в плане людей. Это была реальная потребность. Вспомните лет 15 назад карточки. Бегание в офис. Сам в мегафоне стоял, как даже там оплатить и принести свои. И второй момент, который тоже это в ботерии, понимали, на чем будут зарабатывать. Люди, которые участвовали в системе. Когда создавали, понимали, что людям, конечным платежим, что будет удобно. Агент, который будет работать, ставить криминал, он будет этим зарабатывать. Поэтому обратите, на два момента. На людей, на их потребности, на реальные потребности. Не больно, на луну, а повседневные, где вы можете им сделать что-то хорошее, полезное. И люди будут этим пользоваться. И на чем зарабатывать. Потому что очень часто вся технология, то есть сколько технологий было за последние десяток лет, да это же, голова разорвется. Постоянно придумали, на чем зарабатывать. Очень многие вещи умерли из-за того, что создатели так не смогли сказать, на чем здесь можно зарабатывать. Потому что технически, да, хорошо, я так же, как бы, так боевое бронение, да, то есть я тоже люблю поиграться там, чем-то. Блядь, я как много еще всего такое. Ну это все хорошо, но нужно знать, на чем зарабатывать. И тогда, то, что ваша идея действительно, так же, через 10-13 лет, как столовский, столовый подвальщик, семь этажей, облиц, сольный сентрой. Спасибо. Огромное спасибо нашим партнерам еще раз. Бурные аплодисменты, пожалуйста. И на самом деле, мы сейчас переходим к самому интересному. Но, прежде чем мы услышим идеи тех, кто хочет нам презентовать свои идеи, чтобы рассказать нам о том, чем они собираются заниматься в ближайшие два дня, мы обязательно, обязательно должны сказать о наших эксперт-презакторах.